Здравствуйте, друзья! В этом ролике хотел бы рассказать вам о глобальной онлайн-карте ветров, о том, как эти ветры раздувают загрязнение во всем мире, о том, где больше всего загрязнения, причем это все в реальном времени. Выглядит вот так, коротко сейчас покажу, как пятна, вот это загрязнение, и вот эти стрелочки, это ветер, то, как он, значит, распространяет это загрязнение. Видно скорость. Перейдем на большую карту, и здесь в настройках, значит, ставим мод чем, это загрязнение, потом ставим COSC, и можем наблюдать, собственно, сейчас, значит, COSC, концентрация угарного газа в нижнем слое атмосферы, ППБВ, частей на миллиард по объему. Ну и есть также SO2SM, это концентрация диоксида серы в нижнем слое. Но нас, я думаю, больше всего интересуется концентрация угарного газа в нижнем слое атмосферы. Поэтому у нас и стоит галочка, вот здесь вот, вот, и чем ставим две галочки, потом предлагаю именно проекшн, проекшн О выбрать, чтобы земля была все-таки круглой, и можем понаблюдать и заметить то, что больше всего угарного газа, как ни странно, да и, в общем-то, не очень странно, неудивительно, как это неудивительно именно в Китае, причем, смотрите, какие прям темные пятна, потом также есть в Индии, да, в центральной части России, тоже есть не так уж и много в Европе, уже не так сильно, как в Китае, сейчас загрузится вот здесь, вот, как видите, вот такие пятна. Ну и посмотрим еще в Америке, ссылку, естественно, на статью и вот на статью, я не буду рассказывать, тут все настройки вы сами посмотрите, достаточно просто, просто поиграйте с настройками, а здесь все настройки еще и описаны, значит, все в реальном времени, сейчас now, вот, вот, кстати, Америка загрузилась, и вот видите, как, допустим, ветра разносят, собственно, загрязнение. Еще раз покажу Китай, так как он самый загрязненный, вот. Давайте посмотрим еще вот это загрязнение. Концентрация диоксида серы в нижнем слое. Вот. Ух ты, елки-палки. Вот вам и концентрация слоя диоксида серы. Опять же, Китай лидирует, так сказать, Индия, Китай, ну и в Европе, Европа тоже тут уже догоняет. Но Китай и Индия все же лидирует, как видите. Ну что ж, друзья, вот, собственно, и все. Ссылочку оставлю в описании на статью и, собственно, на саму карту. Надеюсь, видео вам было интересно. Всего доброго, до свидания.